Россия и США близки к соглашению по Сирии, сообщил журналистам в Женеве представитель американской стороны на условиях анонимности. Речь пока идет об определении объема химического оружия, которым располагает Дамаск. Это первый ключевой шаг, который может позволить воплотить в жизнь инициативу Москвы. Переговоры продолжатся и сегодня. Барак Обама после встречи с эмиром Кувейта заявил, что ждет от работы делегации в Женеве конкретный результат. Впрочем, президент США подчеркнул, что любое соглашение по химическому оружию должно подлежать проверке и быть осуществимым. Пан Гимон в пятницу заявил, что ожидает ошеломляющих результатов от доклада по атаке 21 августа под Дамаском, где предположительно было применено химическое оружие. Генеральный секретарь ООН говорил и про Башара Асада. Он совершил многочисленные преступления против человечности. Я уверен, что когда все будет позади, наверняка наступит момент, когда ему придется платить по счетам. Но сейчас самое главное и первоочередное – помочь остановить бои в Сирии и начать диалог. По данным США, в распоряжении Дамаска находится тысяча тонн химического оружия. Российские оценки скромнее. На ликвидацию всего арсенала предупреждают американские эксперты. Могут уйти годы и нужны огромные средства.